гибридизация в пчеловодстве роль только отрицательным благодаря этой роли вот мы перепутали сейчас всех чем и продолжаем еще путать и путать прежде чем об этом говорить надо навести порядок сначала суметь сохранить породы об этом я говорил вот выступали мы защищались от института пчеловодства белоша в основном вот он рекомендовал через министров давил везде где наградили с этими помесями только получили отрицательный результат поэтому когда мы возим из места на место пчел мы развозим по всему миру болезни то есть каких нет мы все новых и новых вот позавчера получил уже тревожный сигнал вот с этим бекфастов уже появились а карапидос на украине вот виталий мне звонил там он еще пасек это будет проверять чего я и боялся потому что этот клещ уже термически не обработаешь потому что он в трахеях сидит и хлопот еще больше америка освобождает англия освобождалась сжигали целые пасеки поэтому а гибридизация говорит тут ничего нет поэтому вот племенная работа вот вы книг мои все получили там вот там я писал и так еще объявлю что в течение двухсот лет человечество шло по неправильным пути все племенной работой занимались только с половыми органами пчелиной семьи с матками и струтнями и с чего начали тем и кончили и у нас и в америке и в швейцарии которая была самым таким главным лидером в племенном отношении него 20 лет игру линии делали и с чего начали тем и кончились вы должны понять сколько шуму было возили достижения диссертации там по племенной работе за а у пчел как был хоботок длинный такой же он остался продуктивность какая была такая же осталась если она повысилась то не благодаря племенной работе благодаря технологии стали мы технологии применять другую и когда освободились от всех их фокусов там таблеточки давать с кобальтом таблеточки с нрв вот грелки и и все это доказываю институт пчеловодства там во главе 100 с горе филипп чем таранов что слабый 7 лучше сильных то есть навредили довольно много кстати и сейчас вот как при таранове журнале пчела вас невозможно было опубликовать хорошую статью потому что он на страже стоял как главный редактор и боялся что статья будет подвохом для его научной работы который он выполнял это ну вот а сейчас похоже там более жесткое такое требование поэтому мужу журнал может уже и не пользоваться так что там ничего не получите так что прежде чем гибридизации говорите чтобы гибридизация положительно было начнет надо иметь чистой породы вот а у нас нет ни одного хозяйства который бы гарантировал что у них чистопородная пчелы вот поэтому о чем о каких гибридах мы уже нагадили столько с этими гибридами и получили только отрицательный результат если обещал там был белаш что вот скрещивать с длинных работными серыми горными пчелы будто и с мирными и роиться не будут а получилось наоборот пинки как на полтора килограмма семейка выпускает рой рой этот посадили даже в сибири он через полтора месяца опять в роевое состояние приходит то есть пытались путем гибридизации снизить райливость пчелиных семей на самом деле увеличили ну вот вы можете это работа бардачева он доктор ская защищал я писал ему отрицательное заключение он скрещивать он еще помесь и там пытался это районировать в каких районах все то есть был таким самым упорным уже все убедились насколько нанесли вред пчеловодство с этим скрещиванием а он еще продолжал и вот на этом докторской защитилась так что цена его докторской диссертации и товара тос от владивостока до бреста и далее это болгаром подарили это все европе от нас так что тут это а терминологии тут генетики это все они наворачивали много этих разных терминов от этих терминов качество пчел не улучшается продуктивность не повышается и заключение хочу сказать природа сделала лучше нас природа работала с целыми пчелиными семьями поэтому у всех вот вы сказали там что климатические условия изменились кормовая база это с этого начинал белаж я им объяснял как кормовая база изменяется и толковать что местные пчелы вдруг не приспособлен к кормовой базе такой глупости пчел никогда не допустят чтобы они сидели а у нас изменилась кормовая база мы ждем государственной помощи значит природа с ним просто поступит они или погибнут или будут работать и поэтому нет ни одной породы чтобы отказались от хорошей кормовой базы у нас я беда в пчеловодстве какая если в европе даже вот самая низкая населенность пчелами в австрии где два и три десятых ульяна на квадратный километр а в швейцарии где-то 7 ульев на квадратный километр то у нас на огромной площади даже половина улья нет на квадратный километр то есть пустоты туна свою ей сколько вот и поэтому вот тайга где сжигает вырубает он еще каждый год там больше миллиона гектар если в один миллион гектар и использовали бы то таежной кормовой базы и табу каждому жителю по стране досталось бы по килограмму меда а мы сейчас при всем этом желании все всего только 500 грамм съедаем в среднем на человека вот так что тут наша задача чтобы министерство оглянулась на нас не мешало нам работать вот эти все меркурии потом эти санитарные правила то вначале этой статьи прочитал который за горло берут и последние вот это не предлагали чипировать это еще то есть идет страшное наступление на пчеловодство то есть приходится нам подпольно работать прятать свои ульи и мед уже распределять это то есть все научные учреждения закрыли остался один только институт пчеловодства но кстати вот он поставляет эту продукцию от которой нам тошно становится ами министерство устанавливает поэтому в первую очередь надо установить восстановить институт усовершенствование ветеринарных врачей потому что во всех учебных заведениях в учебном плане у ветеринаров нет пчеловодства нет ни одного часа практического пчеловодства хотя бы им живых пчел показать чтобы они не боялись это и вот этот врач выпущенная с дипломом врача сейчас выписывает паспорта пчелы все и первые что он придирается и начинает штрафовать вот эти из института правила создали на какой высоте должны ульи стоят там это такую глупость как будто человек это он ставит на высоте такой какой ему удобно работать они для чиновников отчитываться и в результате вот этих правил штрафы пчеловод уже от неграмотных профессионально неграмотных ветеринарных врачей штраф они уже получают это единственный пока их вот эта работа в пчеловодстве мешать мешать пчеловодам паспорт он этот выписывать целая проблема сколько там рога так устроили как будто бы это врач который выписывает по паспорт он что-то разбирается в болезнях сейчас уже такая ситуация мы правильно понимаем получается на сегодняшний момент нужно в каждом регионе делать какое-то селекционное как вот раньше селекционные пасеки были или у вас районные пасеки были куда как у нас в агролесе где 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 разводится именно этого района чтобы не перевозить а вот в этом районе улучшать их по хозяйственно полезные признаки у пчелы именно вот для этого района видишь чтобы нормально функционировать я предлагал и все вот эти мои предложения они не дошли никуда в каждом районе должен быть грамотный за техник по пчеловодству чтобы он нес нес юридической нагрузку оказывал помощь начинающим чтобы он мог оказать пчеловоду в трудной минуты ему и технологической такой процесс это его задача второе должен быть в районе ветеринарный врач который знает болезни пчел продукты пчеловодства вот раньше их целые два года учили когда они после того как они получат высшее образование в ленинграде было институту совершенствует линарных врачей где профессор василий полкев готовила этих специалистов и тогда у нас были к ним обращаешься он тебе и диагноз поставить на болезни и лечение назначить и все и никаких штрафов никому никогда не выписывал их и не было у нас чтобы кого-то там оштрафовали зато порядок был и 3 должен быть специалист по защите растения чтобы без этого специалиста ни один фермер не имел права применять яда химикаты пестициды и гербициды там и борьбе с сорняками с борьбе с насекомыми потому что неграмотное применение вот этих пестицидов пчел мы травим и теряем медосбор у немцев например рапсовый мед является медом номер один потому что они соблюдают все правила и выращивать эту рапс очень новые это не главное медонос такой а у нас как рапсовый мед где рядом стоит рапсы там какой мед там ебнут целые пасеки вот в этом отношении значит вот эти три специалиста в каждом районе должно быть государство от этого не обнищает вот и в областном управлении должен быть главный изотехник ветеринарный врач и специалист по защите растений чтобы решали все судебные споры и так далее и второе мне что закон я предлагал чтобы не вносили так вот положение вот в 21 веке начали судить пчеловодов за то что пчела ужалила кого-то начать каком будет сосед увидел что ты ложками мед ешь а мол дай-ка я ему это на солю сделаем эту горьким возьмет асу посадит и идет суд подает что должен убрать этих пчел и 200000 за моральный ущерб заплатить к сожалению таких судов очень много выиграли особенно выигрывает суды когда экспертами приглашает работников института пчеловодства касьянов и лебедев вот автор этих правил и они всегда решают в пользу вот эту преследователя пчеловодов вот дело в том что пчелы такие же дикие существа как змея ядовитые лягушки ядовитые пауки осы и другие и поэтому надо соблюдать правила безопасности какие существуют дорогу переходишь гляди чтобы под машин не попал соблюдаешь правила и эти все и тут также на надо он змея то укусит кого судить или сажать это а пчелы такие же дикие они хозяин не знают поэтому если кого-то жалили это только на пользу это было никогда ни в одной стране за всю историю пчеловодства не был случай чтобы пчеловоды судили за ужаление кроме вот нашей страны то есть какие-то все законы против пчеловодства идут все пока ждем ответа с той стороны от пчеловодов и и и и